Так же, как и спортсмены, соревнуются прежде всего с самими собой вокалисты. В поисках заветного фактора бай приходится прощаться с собственными страхами. В этом зрители телеканала «Беларусь-1» лично убедились в пятницу вечером. Прямой эфир получился контрастным по эмоциям. Финалисты надрывали не только голосовые связки, но и сердца. Первую часть концерта посвятили родителям. Здесь эмоции захлестнули исполнителей. Тяжелым испытанием стало и интервью для профайла. Артисты рассказали откровенно о своих отношениях с родителями, о детстве и ударах судьбы, с которыми пришлось столкнуться каждому. Сдерживать слезы было тяжело даже звездным наставникам. Во второй части шоу финалисты исполнили хиты молодости своих мам и пап. И вместе со зрителями телепортировались в эпоху хиппи, стиля диско и рок-н-ролла. Но однако уж слетает, звезды тоже тают, тают. В каждой строчке только точки после буквы. Первое деление было самое сложное за все эфиры «Фактор Бай». Поскольку это родительские эфиры, и родительская тема меня, ну, как, наверное, любого человека чувственного, она меня очень сильно задевает. И я растрогался очень сильно на визитке. И даже как-то несколько себя поймал на мысли, что мне это сейчас помешает выйти. Я пустил слезу, но собрался и сделал. Это такой момент, когда ты вот отдаешь эту энергию, а зал тебе ее обратно отдает. И ты такой, типа, вау, а потом еще ты ему отдаешь, а он тебе еще там громче кричит. Кричит. Это вообще просто безумно приятно, безумно классное ощущение. Еще надо отталкиваться от образа, от композиции. К сожалению, данная композиция и образ, который мне предоставили, он немножко отражает другую реальность. Не ту, которую укладывал Муслим Агамов, не ту, которую укладывали партизаны. Песня является народной, у нее нет автора, поэтому прочитывать мы ее можем как один. Держать удар пришлось и в конце прямого эфира, когда ведущие огласили результаты зрительского голосования. По его итогам исполнять песню «За жизнь» пришлось солистке Гомельской филармонии Татьяне Прохоренко и выпускнику педагогического университета имени Максима Танка Владимиру Арутюняну. Решающим стал выбор звездных наставников. Ольга Бузова поддержала подопечного Сереги, а Руслан Олихно остался без команды. Как ни крути по итогу, то останется один. И то, в какой момент мы выйдем, не имеет особого значения. Я считаю, что я прошла огромный путь, яркий, абсолютно довольна, ни о чем не жалею и грустить не буду. И вам не советую. В следующую пятницу битва продолжится, а меньше двух недель остается до финала шоу. Имя победителя узнаем 27 января в прямом эфире. Кому достанутся лавры проекта – решать телезрителям. Судьба финалистов в их руках.